Итак, добровольным узником стал пенсионер, протестуя против отравляющего его жизнь производства. В Дзержинске, неподалеку от частного сектора, в гаражном массиве, некие предприниматели развернули цех по металлообработке. Местные жители были категорически против, но обращения во все возможные органы никаких результатов так и не принесли. В итоге 67-летний пенсионер Николай Асока решился на крайние меры. Приковал себя наручниками ко входу на предприятие. Я сейчас пристегиваюсь и буду ждать, когда приедет милиция, дожидаться. Ну чего делать? Я пленник этого. Вот я пристегнулся к этому цеху и буду стоять здесь и ждать, когда появится хозяин. Ну это абсолютно безнравственно, ну что говорить-то? И беззаконно, и безнравственно, и вообще ни в какие ворота не лезет. Я здесь 15 лет все это вычищал, вычищал, и пришел хозяин, который, значит, говорит, слушай, не нравится тебе, вали отсюда. Вот куча металла, они его режут. Представляете, вот это режут, и-и-и-и-и-и-и, постоянно этот визг. Вот эти изгороди для забора. Вот здесь стоит газовый сварочный аппарат. Что-нибудь неправильно сделают, и это все взорвется. Баллоны вообще-то должны храниться в специально отведенном месте, точно так же, как и должно быть оборудовано место для электросварки. Здесь вот сжигаются отходы. Это нарушение экологических нот. Нельзя в жилой зоне сжигать. Тем более, смотрите, какие отходы. Здесь полиэтилен, который при сгорании превращается в очень токсичные вещества. Вот здесь покраска металлоконструкции. Она происходит как в помещении, вот в этом ангаре, так и на открытой местности на земле. Вот прекрасно видно следы краски на траве. В жилой зоне вообще такие работы не должны проводиться. Согласно действующему санитарному законодательству Российской Федерации, для данного вида предприятия должна быть установлена санитарно-защитная зона в зависимости от мощности от 50 до 100 метров. Когда первый раз Роспотребнаджор сказал, что вокруг этого предприятия есть 100-метровая санитарно-защитная зона, адвокат, который нас в суде защищал, нарисовал радиус 100 метров. И оказалось, что нужно отселить 13 жилых домов. Вот 8 лет в постоянном стрессе и хождении по всяким чиновникам с просьбой о том, чтобы они соблюдали мои законные права, которые в Конституции написаны. Мы понимаем, что вот эту акцию, что мы сейчас делаем, она не совсем законна, потому что мы находимся на чужой территории. Но все законные способы писания во все инстанции, администрацию, прокуратуру, они все заканчивались ничем. Но это мой способ борьбы, у меня других способов нет. Писать бумажки я больше не буду. На самом предприятии руководство во время этой акции протеста предпочло не появляться. Но нам удалось разыскать хозяина этого цеха. Ничего незаконного или даже предосудительного он в своей деятельности не видит. Мы для себя делаем что-то, естественно, какие-то заготовки. Что я на даче крашу себя, и дома крашу, и ремонт делаю. Давайте запретим всем красить. Раньше там была кузница, там стоял пятитонный молот, который создавал вибрацию. Я все понимаю, да, это непорядок был. Все, молот убрали, вибрации там нет. А шум болгарки, он так же шумит, когда газон истрижет. Еще сильнее даже. Поезд там проходит. Поезд тоже так же шумит. Давайте запретим, чтобы там поезд проезжал. Между тем, привлечь внимание властей и полиции к добровольному узнику удалось на место прибыли представителей администрации. Вам долго тоже нельзя в таком состоянии находиться, да? По здоровью бьет. Я не могу. Я вам о чем говорю. Не писать, не разговаривать. Вот здесь я нахожусь, вы знаете, для того, чтобы ваше здоровье сберечь. Чем вы сидите, вот присидите еще час-два, и кто идет, это не к хорошим ситуациям. Я хотел дождаться хозяина, чтобы он извинился передо мной. Что-то заявление как бы решит вопрос. Договорились, ладно, всего доброго. Так. Коль, ну ладно тебе, ну, Петр, это главное, ничего он не сделал. Тише, 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 не заводите его, не заводите меня. Николай, стой. Ну-ка успокоился, Николай Михайлович. Успокойся. Вы же сколько писаний, все в курсе. И Синезов, и Миноградов, и Чумаси. Ну, в его земле, что можно было издеваться над человеками, я вообще не понимаю. Николай, слушай меня внимательно. Слушай меня. Николай, успокойся. Ну-ка сядь. Успокойся, Николай, вести там. Он меня бреди народно. Как последнего я не знаю. Успокойся, я сказал. Посмотрите, он мне, я хорошо не разбился, он мне измазал забор санидом. Вот эти вещи-то, напишите-ка там конкретно, проформулируйте вот все, что вы видите, незаконные вещи. И пусть полиция разберется с этим конкретно. Вот Владимир Валерьевич, да, Николай Михайлович, приветствую. Ваша тезка Николай Михайлович Асокар. Сейчас, значит, Николай Михайлович, что напишет? Все, что там надо, вопросы задайте, он все ответит. Там сжигают, здесь забор там пачкают. Поэтому все нюансы, там ограды какие-то стоят, значит, говорят, что можно складывать. Проект их надо будет провести проверку, все сделано. Пошли. Сейчас мы проедем к начальнику управления, то есть примем соответствующее заявление по всем проблемам, то есть и начнем проверку, да, проведем проверку. И будет принято законное решение по всем фактам. Ну, я надеюсь. Николай Михайлович, ты веришь в Кочетово? А? Скажи, чтобы люди успокоились. Все, пошли.